Если нам нужно сделать безошибочное удаление, чтобы ни одна злоумышленная личность, потом ничего у нас оттуда не вытащим. Удалите быстренько все, поверьте, писать. Вы не можете управлять адресацией записи в той же самой системе Windows. Можно забить без диска. Ну еще можно просто диск разрушить. Ну да, ну да. А может быть, вот эти файлы, которые у нас есть, взять их и в них поменять, чтобы вообще они смысла уже не имели. И после этого их удалить, тогда на месте, где они были, уже будет всякое бракадабр. Ну или при удалении сделать всякое бракадабр на их месте, специально, пожалуйста. На самом деле есть такая вещь, как остаточная меморгичность. Жоргского диска. Влияние вот не пользуются? Нет. Просто когда вот даже пишется что-то поверх, особо умные программы могут понять, что было записано до того. Вот у нас, ну, по уровню магнитного поля, группу рисуем очень много. Было что-то вот так положено, вот такое. Так? Ага. Мы поверх этой информации все перемагничиваем. Посылаем, посылаем вот такую форму сигнала. Есть желающие попробовать, что получится в итоге? Какая будет форма? Мы складываем. Мы складываем в кольце. Ну, достаточная на магнитичность. Есть идея. Есть идея? Хорошо. А в брусе пока. Нет. Совсем так. На самом деле, вот эту информацию. То есть, при обычном члене прочитается вот это. Что-нибудь еще подробно? Они вдеваются вниз. Попробуй. А может быть... Это вот было, но поверку не было. Да. То есть, вот так вот. Вот это у нас наше. Старое. Вообще еще не наше. Ну и все. Ну, примерно, да. На месте бывших в области немагничных, там направление, наверное, на поле, остаются хвосты. Которые на обычное чтение практически не влияют. Потому что мы смотрим вот по вот этому уровню. Когда начинает приездить, значит, здесь сбой. Понятно. Но особо упертая программа может выяснить, что здесь вот он не совсем ноль читается. Значит, здесь что-то будет. А ей это поможет, потому что вот, допустим, вторая изничка... Может помочь, потому что здесь есть отказоустойчивое кодирование. И предположить, что здесь единица или здесь единица, можно посчитать, что будет здесь. В принципе. Гарантии никаких, но вероятность есть. Потому что здесь вот это отказоустойчивый код, который стоит к одиночным ошибкам. И предположим, что здесь ошибка, можно рассчитать все. Или не ошибка. Это проверяем. От Хеммина, так называемый. Ну, короче... Можно. Можно перебирать, перебирать, а это у нас как бы... Да, если есть обоснованное предположение, что там что-то было, мы можем выцепить... Ну, в этих лицах точно была единичка? Да, скорее всего была единица. А возможно? Была, 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 была единичка? Ну, по крайней мере, недавно. А если взять несколько раз перезаписать? Вот. Можно несколько раз перезаписать всякое химение. Сделав так, чтобы осталась шаленологичность, она вообще ни о чем не говорит. И это делается специальным программным удалением. Бывают они двух классов. Во-первых, программы, которые прицельно убивают файл. Причем не просто пишут нули или единицы. А специально подобранные под термином, ну, набор нулей и единиц. Скажем, перм потом вот таким вот забивает. Потом пробегает единицами, потом нулями, потом еще какой-то смеси. Таким образом, после работы этой программы, отстаточной магничности нет никакой, и проверять там программное восстановление, что на физическом уровне, что на магическом уже нечего. Есть программа, которая просто пробегает таким образом по всему свободному пространству. А, то есть все, чтобы у нас было удалено месяц назад и можно вытащить, она точно не будет. Затряд полностью. Ну, если у меня... Я месяц назад купил трехтерабайтный диск, на нем успел занять гигабайт десять, и все остальное у меня свободно очень долго. Разумеется, за чисто свободное пространство, особенно если делается, скажем, двадцать семь проходов, длинные паттерны, может занять много-много-много часов. Ну, тут уже вопрос индивидуальной паранойи. Кто на сколько переживает по этому поводу? Нисколько. Значит, поможете этому. Например, у больших организаций, перед списанием жестких дисков, их положено чем-то серьезным стирать. Потому что мы помним про социальные методы взлома. Приходим на мусорную сбалку, собираем жесткие диски, там валяющиеся, грубо говоря, и смотрим, а нельзя ли с них чего-нибудь выцепить? Старые пощадки. Получается, что там какой-то фильм лежал. Большой почему. На весь диск. Ну, значит, не повезло. Если их просто сломать, механические сломать и все. Вместе с ним можно... Что пройдет? Есть вот такие магниты, которые... Ну, сразу очень сильное поле на низкость, чтобы голову, головку... Можно. Постоянное магнитное поле на диске практически не действует. Переменное? Переменное. Значит, какой тут проводок? Обычную каплику шеритовую. И такая мне образец. Ох. Волшебная доска. Ну, надо было придумать, конечно. Катушка магнитная. Да. Можно размагнуть все диски при длительной метро. В принципе, при достаточной мощности, здесь, в итоге, полной этни, но, если хотите, можете сделать себе такую катушку. Нет, просто, у меня тоже такая же катушка. Если у вас есть вопросы, нет. Если у вас есть вопросы, то ее надо еще делать. Да, просто было кувалды по диску, да еще никаких проблем. Зачем программы тут писать? Ну, после этого просто диска становится непригодным. Есть ли такой минус? Посмотрите, на сколько вы бросились, а? С чего еще? Ну, вы должны гарантировать разрушение пластины. Да кувалды! Ну, вы смяли корпус, да, одну пластину вы замяли, вторую. Ну, аккуратно, аккуратно. Перекрасили корпус, да, ставили диск. Красиво, красиво. По-моему, гораздо проще сонуть его внешний контейнер, спустить программу, пойти перекурить и спать спокойно. Ага, долго спать? Условник. Условник. Ну, вы знаете, когда была модна такая вещь, как рейдерские атаки, внезапные налеты всяких товарищей в форме штатском. Системы уничтожения данных отдельные администраторы встраивали в серверах, выводя кнопку себе, скажем, под стол. Это как только начинается маска шума, нажимается кнопка, и все. Так, а копия этих данных или... Ну, тут надо понимать, что страшнее, потерять все данные или отдать их. Ну, это еще в зависимости от того, кому их отдавать. Подозуми. В одной моей знакомой компании очень интересно выглядит сервер. Его никто не мог найти. Физического не было? Он был. Он физически присутствовал на территории компании. Но он был спрятан очень хитренно. На стене висела материнская плата. На стене был прибит блок питания. И по всему углу. Ну, по стене вот так, вроде как украшение. Оно висело, хрукивалось, моргало лампочками. Никто даже не мог догадаться, что это настоящий сервер организации. Зачем? Нет, но 220. Видно, что он питается, он крутится. Волшебным образом крутится. Почему это не волшебство? Он был висел на стенке, и никто не знал, что это сервер. Они просто... А зачем? А смысл? Ни один обыск, ни один налет на эту контору сервер не нашел. Шпуль на лед? А сколько его обысков не найдет? Ну, штук пять. Шпуль на 90-х. Стук пять. Только то, что я знаю. Слохо, не знаю. Что надо делать? Отберу компьютер, разбираю и красиво вешу на стенке. Для красоты не подумать. Да нет. Это все неровно. Там моргает. Да, такой вот технофрик. Нравится мне так. А? Внутренности. Да. Ну, вы же знаете, сейчас с красивыми вентиляторами делаются. Если мы прошли 7 единичных, то по идее вообще ничего не должно остаться. Везде полностью. Еще раз. Ну, вот когда у нас остаточное. После того, как мы записали все единицы поверх чего-то там, у нас все равно единицы будут чуть выше, чуть ниже, чуть ниже, чуть ниже. Они будут все немножко разные. Угу. Потому что записавшиеся поверх единицы получат дополнительный хвост. А если... Записавшиеся поверх нуля получат вычитание небольшое. А если взять единицу, стереть? Можно пройти с нулями. Оттянется хвост второго порядка. Поэтому проходят с несколькими трассами сложные по второму. Нет, а вот цвет кому надо... А если нарисовался негатив того, что будет написано? Те единицы не управляют, но все равно единицы. Тогда ведь я вроде бы повыгран на соцкремонии. Ну, в общем, да. Надо еще читать тот файл, который удаляется. Просто потеря времени. Прочитать, снова записать. Ну да. А если у тебя там ничего не было записано или... Короче... Ну, можно лежать по этому пустому пространству, смотреть, что там было, инвертировать, писать обратно. Потом еще раз инвертировать, еще раз инвертировать. А, и у нас будет выполняться не час, а сто часов. Ну, это да. И опять же, если один раз пробежать, то могут остаться хвосты предыдущей информации. Здесь не зря это делается несколько раз. Пусть это стереть. Пусть это хвосты. Пусть это стереть. Пусть это стереть. Просто стереть. Верхний слой. А как ты его сотрешь? Нет, это полностью уничтожить хинчестера. Я имею в виду логически удалить информацию. То есть, что еще потом можно было написать? Спасибо. Спасибо.